Всем привет! Это канал Просто о парфюме, где мы рассказываем про нишевую парфюмерию и делимся своими впечатлениями. Не забывайте подписываться на наш канал, оставлять комментарии, ставить лайки. Нам будет очень приятно. И напоминаем, что у нас есть офлайн-магазин в нашем городе Ярославль и онлайн-магазин Select One Store, где у нас огромный ассортимент и косметики, и парфюмерии, и мы отправляем почти в любую точку. Все будет в описании. Как обычно. Сегодня у нас интересная тема, а именно первое впечатление о новом нишевом бренде, который мы еще совсем не пробовали, поэтому усаживайтесь поудобнее, и мы будем с вами сегодня тестировать новинки. Бренд называется Matier Premier, извиняюсь за свой французский. И не только за ее, за мой, может быть, тоже, если что-то. Сегодня французского будет много, потому что бренд как раз французский. Парфюмер этого бренда, Арельен Гешар, открыл свой бренд в 2019 году, и будем его тестировать сегодня. Да, и хотелось бы сказать, что до открытия своего бренда он был парфюмером у многих знаменитых марок. И концепция этого бренда является то, что они используют натуральные органические масла, ингредиенты, и не используют синтетических красителей, чтобы цвет жидкости духового бы выглядел натурально. Да, и это очень интересно. Ну что, приступим? Распаковываем. Так, вот так вот выглядит набор. Тут шесть ароматов по шесть миллилитров. Это первые его шесть ароматов. Сейчас я, насколько помню, у него вышло еще два. Да, но попробуем их позже. И сейчас откроем. Так, она мне понадобится. Так, вот так вот выглядит коробочка. Не дам тебе пока. Очень приятная на ощупь. И сейчас посмотрим, что там внутри. Давай. Интригующе. Интригующе, тяжело открывается. Попугай. Вау. Так, очень красиво. Вообще, в интернете я перед тем, как заказывать, посмотрела, как выглядят эти миниатюрки. И, если честно, очень расстроилась, что они будут в таких вот рефилах, не прыскающихся. Думаю, как я буду их наносить. Ну да. Да. А тут, оказывается, сзади у них есть распылители. Да. Все очень предусмотрено. И очень предусмотрено. Прям большой плюс этой марки. Думаются о своих клиентах. Это очень интересно. Да, и мне кажется, если так вот будет стоять на полочке, такой подиум с ароматами, мне кажется, очень красиво будет выглядеть. Сами флаконы очень красивые. Даже на первый взгляд. 6 мл, по-моему, да, ты говорила? Да, 6 мл. И сразу же видно, что все сделано с душой, все продумано. И, надеюсь, ароматы будут такими же красивыми, как упаковка. Ну что, давай начнем с первого. С первого аромата. Что нам? Подарит Uncensored Wav. Ох, и что тут французский. Ох, и что тут французский. Сейчас будем заниматься перекручиванием. Самое интересное занятие. Да. В принципе, удобно брать с собой, если закрутить обычную крышечку и взять с собой вот этот вот как раз распылитель. Да, потому что, кстати, если бы тут еще были крышечки, это было бы вообще идеально. Да, потому что, если закрутить распылитель или взять с собой, то он может вас напрыскать в сумочке. Так, первый аромат. Сейчас дадим ему чуть-чуть раскрыться. Да. Аромат ладана. Ну, он должен посвящен быть ладану. Да, и каждый аромат этого бренда посвящен определенному... Ингредиенту. Единственному ингредиенту, да. Очень потрясающий. Такой ладан поначалу очень-очень тяжелый, раскрытие становится помягче и даже смягчен ванилью. Такой ладан с ванилью. Такой прям пахнет соборами Франции. Нотердам такой, да. Что-то потрясающее очень. И прям чувствуется, что ингредиенты очень высокого качества, звучат мягко, натурально. Ни на что не похоже, скажи. Ни на что не похоже. Потому что ладан обычно звучит очень-очень жестко, а тут он прям... Просто хочется... Идеальный аромат. Вдыхать и вдыхать его. Идеальный аромат с ладаном. Да. Тем, кто любит нотку ладана, этот, мне кажется, будет в фаворитах. Потому что если прям моно-ладан, то окружающие подумают, что вы были в церкви. А тут он смягчен ванилью. И такой прям груманско-очень восточный аромат. Потрясающе для первого аромата. Давай двигаться дальше. Дальше. Что же будет дальше? Что же будет дальше? Дальше, да. Так, следующий аромат, это я смогу сама произнести. Это Radical Rose. Судя по названию, да, он будет посвящен розе. Перекручиваем. И наносим. Ну как. Прямо роза-роза, такая болгарская, я бы сказала. Но чуть-чуть сладкая, но сладости нету. Вообще не сладкий, но для меня. Очень приятная роза. Сейчас посмотрим, как раскроется. Дальше к розе присоединяется шафран. И почули мне показалось совсем чуть-чуть. Чуть-чуть. Но я бы даже назвала аромат не роза, а шафран. Потому что шафран потом затмевает розу в раскрытии. Удивительно, что вообще нет сладости. Ну она есть чуть-чуть сладости розы, но... За счет горького такого аромата шафрана... Вот сейчас прям шафран. Да. Шафран совсем не сладкий. Такой цветочный-восточный аромат. Если вы любите шафран, то мне кажется, этот аромат понравится. Да. Давай дальше. Следующий там... Нироли ангей. Все, пошла во вкус. Так сказать. Музыка для моих ушей. Судя по названию, это будет аромат, посвященный апельсиновому цвету. Да. И сейчас посмотрим. Должен быть цитрусовым. Должен прекрасно подойти на лето и весну. Да? Да. Ну, по сравнению с Мемой Синтры... Я теперь тоже все сравниваю с ней. Тут все звучит мягко. Все очень гармонично. Да. И я бы сказала, что похоже на косметическую одушку, потому что в некоторых кремах, да, классовый... Лохл Пандесаба. Ну, да, да. Там, если есть апельсиновый цвет, то он именно такой. И очень мягкий, и приятный. Такой цветочно-цитрусовый с горчинкой такой. Но очень нежный при этом. Мне кажется, на коже он вообще будет... Мне кажется, он мягче будет на коже, на бумажке такой немножко жестковатый, но женственный, наверное. Это, наверное, сам женственный аромат, мне кажется, тут будет почему-то. Ну, судя по названиям, скорее всего. Я думала, что будет роза, но больше там шафрана. Ну, вот этот более женственный, согласна. Тяжело вытаскивается. И это... Сантал Ост Хау. Это мой самый любимый ингредиент. Сейчас посмотрим, какое он. Не хотел мне поддаваться... В интерпретации... Вылезать из коробочки. ...данной нишевой марки. Вообще, я привыкла к такому, к сандалу. Мне даже больше нравится, когда он такой укропный. Сейчас посмотрим, какой он тут. Так, ставим на место. Неоднозначные пока ощущения. Сидим и ждем, что там. Что-то, что-то, что-то. Укропа нету, поэтому пока воспринимается как-то надо. Ну, вот для меня очень-очень удален он есть. Чуть-чуть есть. Как-то молочно-древесный. Ну, древесный, да. Древесный, но какой-то другой сандал. Не как обычно, привыкли? В составе еще есть ирис. Может, поэтому он так немножко сглаживает. Ирис я тоже люблю. Поэтому не могу понять. Это должен быть мой идеальный аромат. Сандал с ирисом, но... По сравнению с Нобелем сандала... Тут совершенно другой. Нежный такой, да? Он очень нежный, женственный. Тяжело вообще разложить на ноту. Но звучит очень красиво. И немножко напоминает Сантебурга. С Лотри аромат. Да, это в общем моя любовь. Но Лотри он такой прям жесткий, кожаный, древесный. Это как женская версия его. Женская версия Лотри. Вот ты пробуешь, и до меня доходит такой шлейф, и прям очень похож на Лотри. Так, когда пробуешь с блоттера, нет такого ощущения. Вот именно... И, пожалуй, я нанесу его на кожу. Он потрясающий. Пока это уже... Распыление от души. Четвертый аромат, и все нам нравятся. Ну-ка. На коже он звучит мягче. Да. Но все равно есть такая нотка Лотри. Я все искала аромат, который будет похож на него, но не будет таким жестким. Похоже, он найден. И про нанесение прям такое масляное-масляное пятно. Да, очень интересно. На коже звучит намного интереснее, послаще. Ну, вообще, конечно. Вот сейчас укропом есть. Да? Немножко, да. Ну, такой нежный, просто пруковый тяжелым ароматом. Потрясающий 4 аромата. Посмотрим, что нас ждет впереди. И при этом они все разные. Хочется вам сказать, да. Мне кажется, круто купить такой набор и поделиться с кем-нибудь миниатюрами, потому что абсолютно зайдет и как мужчинам, так и женщинам. Можно поделиться с подругой, можно поделиться с мужем. Да. Так, это Bois de Ben. Такой вот. Аромат, посвященный гаяковому дереву. Давай посмотрим. Сейчас посмотрим, так ли это. Названия все, конечно, очень мелодичные. Да. Для тех, кто может произнести по-французски. Даже страшно произносить. Тренировка. Этот аромат уносит немного в детство, что ли. Аромат жвачки. Орбит с мятой. В общем, детский, наверное, с мятой. Там был какой? Ну, как-то в детстве, которые были. Такая мягкая мята. Но при этом все равно чуть-чуть древесная. Знаешь, какая жвачка? Это не орбит, а дирол, что ли, пластинками, которые были. А, я поняла. Я поняла. Я забыла, как они называются. Немножко зубной пастой дает, кстати. Да, вот это самая полезная жвачка, как-то на Эссона. Не забыла. Напишите в комментариях, не забыли, как она называется. Ой, да, но все равно я чувствую древесность. Такая свежая древесность. Свежий древесный. Он идеально будет на лето. Такой мятно-освежающий, древесный. Мне кажется, очень круто будет на мужчин. Мне кажется, да. Ну, гуаякового дерева я особо не чувствую. Ну, очень интересный аромат. Даже хочется вдыхать его, разложить на ноты, но не получается. В этом вся прелесть. Да, первого затеста тяжело. Очень круто. И в общем, надо попробовать на коже. Может, эта мятная нотка подойдет, но сейчас она пока так солирует. Даже не могу понять, какой ингредиент это дает. Предлагай сразу попробовать на мужчине. Где его взять? Нам нужен мужчина за тестов. С мужской кожей. Да. Последний аромат это Parisien Musque. Такой вот. Парижский мускус. Да? Ну да. Представляешь? Этот аромат посвящен ингредиенту Ambreta. Да. Вообще, судя по описанию, когда читала, я представила себе, что будет аромат, похожий на молекулу двушку обычную. Там Ambrexan. Ну, посмотрим. Но мне кажется, что... Сейчас проверим. Наши задумки не соответствуют пока пить ароматам, которые мы попробовали. Написано одно, а звучит по-другому. Да. Обманчивый. Мы такой любим. Этот аромат идеально подойдет для тебя. Да. Огурчик такой свежий. Пахнет чистотой. Женственный. Очень сексуальный, кстати. Легче на коже его. Так. Так, это вот он. Такой цветочно-альдегидно-свежий. Даже не знаю, как сказать. Мне кажется, вообще... А может на Нидьюлор в лабораторию хватило чуть-чуть похож или нет? Мне кажется, больше все равно в 13-й. А на 13-й? Да. И я бы сказала, что вот эта вот нотка такая огуречная, она есть еще в Байредо без названия. Без названия он такой... Ядреный? Маскулинный немножко. Да. Ой, это очень вкусно. Но не ошиблись. Чем-то знакомым пахнет, но не могу сказать, чем. Не могу. Ну, какая-то... Ну, такое-то свежесть. Свежесть. Стиральный порошок с цветочными нотками, чистота. И чуть огурчика. Чуть огурчика. Потрясающе. Может, помыть маской пахнет для лица. Может быть. Чем-то косметическим пахнет. Но в составе кедр мне очень нравится. В составе мускус, который я, оказывается, тоже люблю. Как бы я не от Никиоса катала. Я тоже. Да, да. Никуда без него. И вот Амбраксан, мне кажется, это вот оно мое совсем. Мне кажется, он в шлейфе должен быть очень-очень крутым. Сегодня будем проверять. Да. Сандал и чистота. Да. Надеюсь, что вам понравилось это видео, знакомство с новой нишевой маркой. Нам очень понравилось. Мы прям в диком восторге. Да, мне кажется, это просто мечта парфюмоньяка. Все ароматы очень крутые, очень мягко, натурально звучат. И при этом они все очень разные. На любой случай жизни, на любую погоду, под любое настроение. В принципе, это все, что нужно для парфюмерного гардероба. Да. Да. Ну, не для начинающего, мне кажется. Для продвинутого уже. Да. Не все поймут. И мне кажется, это идеально на подарок. Почему-то вот. Чтобы попробовать разные ноты. Да. Чтобы понять, что точно нравится, что меньше нравится. Спасибо за просмотр. Еще раз ставьте нам лайки, пишите комментарии. Мы всегда все читаем. Может быть, вы что-то пробовали уже из-за этого. Да, и будет нам интересно почитать ваши комментарии, мнения об этой марке, об аромате. Интересно будет почитать мнение о двух других ароматах, которые мы не попробовали. Это самое интересное, да. И какой аромат вы бы хотели из этой коллекции попробовать. Рассказ о каком аромате вас зацепил больше всех. Да. Так что всем спасибо и пока. Причем у меня еще в школе был французский в 10-11 классе. Ай, я ничего не помню. Я вообще молчу. Субтитры сделал DimaTorzok